Доверяем, но проверяя, как оказалось, эта аксиома может особенно помочь в финансовой сфере. В этом убедились вкладчики КПК «Капитал Инвест». Люди, которые вложили свои средства под выгодный процент, теперь не знают, где искать свои сбережения. Лидия Гаврикова признается, собирала деньги, как говорят, на старость. Брать больше негде. Вот и решила 4 года назад довериться повышенным процентам. Все документы у нее, как и у всех остальных, на руках. Договор, страховое свидетельство и копии обращений в самые разные инстанции. Мы милицию прошли, прокуратуру, ходили в ЛДПР, в налоговую. Сейчас в Единую Россию записались. Везде стучимся в дверь, но не знаем, чем дело кончится. Что вам отвечают во всех этих инстанциях? А что отвечают? У нас ответа нету. Я вот 20-го подавала, никакого ответа нет. Никакого ответа. Сразу стало известно, что проблема рязанских пайщиков не единична. Свои офисы закрыли все 10 филиалов по всей стране. Страховая компания «Якорь» на звонки рязанцев также не отвечает. Но вот корреспонденту газеты «Комсомольская правда» комментарий все же дали. Там сказано, что «Капитал Инвест» хоть и заключил договор со страховой фирмой, денег не заплатил. Поэтому там тоже не знают, как помочь обманутым людям, которые, кстати, в большинстве своем пенсионеры. В основном это пожилые люди, ветераны труда, инвалиды, ветераны войны. То есть люди, которые собирали деньги очень долгое время и вложили в фирму «Капитал Инвест». Крик о помощи рязанских пайщиков не услышали не только в страховой компании. И к губернатору обращались. Губернатор не может решить наши вопросы. А кто еще нам поможет? Путину ехать? Путин всей страной правит. А губернатор не может в Рязани разобраться. Не может нас принять. Вот женщина ходила к губернатору. На прием не записали ни в его компетенции. У Галины Федюшкиной мама тоже вложила свои средства в инвесткапитал. Но девушка не отчаивается. Говорит, надо бороться за свои права и свои деньги. Надежда есть всегда. Главное не опускать руки, писать во все инстанции, обращаться к адвокатам, юристам, не жалев на них денег. Тогда, я думаю, все реально, все возможно. Мы будем следить за развитием этой истории. А между тем, хорошие новости пришли для должников. Центробанк ввел новые правила для работы микрокредитных организаций. Таким образом, сумма долга теперь не может превышать сумму займа более чем в два с половиной раза. Если долг вырастет до этой планки, банк не сможет начислять пени, штрафы и проценты. Снизилась и процентная ставка до полутора процентов в день. А с июля она не будет превышать одного процента в день. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город».